Всем привет! Сегодня будем разгонять блок питания SL500A от Intertech. Это всё, что осталось от старого корпуса этого блока питания. Посмотрим, что у нас внутри. Это корректор мощности пассивный. Высоковольтный конденсатор я поменял на Rubicon 250 Вольт, 680 мкФ каждый. Здесь стоят транзисторы 13009 силовые. Также я заменил конденсаторы на выходе блока питания. Здесь у нас стоят сборки SB2045CT, SB2060CT, SB3045PT. Это если смотреть слева направо. Не знаю, видно будет, не видно. Таким образом мы получаем 20 А по 5 Вольтам и 3 Вольтам, и 30 А по 12 Вольтам. Также я добавил две фильтрующие катушки слева и справа. Я хочу поменять изначальную сборку шётки на 30 А, на сборку шётки на 40 А, которую я купил в Китае. Ну, заказал в Китае, на Али. Ссылку давать не буду, так поищите через поиск. Я думаю, надеюсь, там много предложений. Для того, чтобы снять самый правый диод, нам потребуется демонтировать большую жирную катушку, которая находится правее всех. То есть, которая идёт сразу после него. Потому что иначе отвертка у меня подлезть не получилась. Вот, отпаивать эту катушку я буду обычным паяльником с отсосом олова. Ну, или припоя. Можно также использовать фен. Но при попытке, наверное, паять феном потепут все остальные детали из плата просто. Сама катушка держится на 10 ножках, если можно так выразиться. 5 с одной стороны и 5 с другой стороны. Некоторые ещё любят ставить дополнительные диоды шётки на провода, которые выходят из плата. Но я ничего колхозить не буду. Я сделаю красиво, просто заменив исходную. Собственно, как выглядит сама отпаянная катушка. Получилось достаточно аккуратно. Кому интересно, вот её маркировка. Теперь осталось открутить нам диод шётки, который прикручен. И потом его выпаять. Кстати, при впайке нового диода на 40. Лучше его сначала прикрутить, а потом уже впаивать. То есть припаивать к самим выходам на плате. Как видно, есть пустое место под конденсатор. Я конденсатор тоже выпаял, чтобы было удобно работать. Чёрный дроссель, видите, в чёрной оплётке, я его тоже допаял, потому что его изначально не было. Он даёт дополнительную фильтрацию. Собственно, выпаянный нами диод и новый диод, который мы будем устанавливать. На самой плате вообще есть два места для конкретно этой линии 12-ти вольтной, для крепления двух таких диодов. Но я буду менять один. Вообще, если выражаться точнее, то это два диода шотки в одном корпусе с общим катодом. То есть зачем я это делаю? Я хочу усилить линию 12-ти вольт до 40 ампер. Таким образом, по линии 12 вольт, после всех этих манипуляций, если не откажет у нас трансформатор, будет идти порядка 480 ватт в полной нагрузке. На обратной стороне платы, если там видно, не видно, не знаю, в общем, есть надпись, некая маркировка и цифра 450. То есть можно судить, что трансформатор у нас рассчитан примерно на 450 ватт. Паяльник у меня от паяльной станции сломался, недолго пожил. Поэтому если взял отдельный паяльник с регулировкой температуры, очень удобный и тву-тву добротный. Пока поживет дом еще. Вообще, по радиодеталям, мне кажется, выгоднее все-таки покупать в Китае на Али, или Таобау, или прочих других площадках. Потому что, например, в местных магазинах, там цену ломят просто конские. Например, за аналогичный диод один, просят от 150 до 200 рублей. Когда я купил 10 штук таких за 200, там, с копейками, 230, по-моему. Припой у меня здесь используется лид-фри. То есть не нужен никакой ни флюс, ничего, никаких дополнительных средств. Просто прикладываем, паяем, и олово ложится гладенько и четко. Самая сложная, с чем мне пришлось столкнуться, это выпаивание той катушки, которую я показывал, и впаивание ее обратно. Рекомендую, перед тем, если вы будете делать что-то подобное, просто сфотографировать или нарисовать, какие контакты куда идут. Ну вот, наконец, момент истины. Это специальная оплата моя для тестов. На ней я проверяю всякие свои модификации и так далее. То есть, если на ней обычно все работает как надо, то и на других тоже работает как надо. Ну и ее, по крайней мере, не так жалко будет, если что-то не так. Ну вот, собственно, пошли посткоды. Можно надеяться, что у нас все работает нормально. Вот, по крайней мере, биос грузится. Остается лишь замерить напряжение. И на этом видео можно будет заканчивать. Если вас что-то заинтересует, пишите комментарии. Пишите, на какую тему еще можно снять видео. Что вам будет интересно. Ставьте лайки. За всем откланиваюсь. Удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok